Будь смелее, акробат. Так. Ложимся ногами в ту сторону. Аккуратненько. Все потихонечку. Двигайся. Еще двигайся. Еще, 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 еще. Еще чуть-чуть, Саша. Еще чуть-чуть. Не, не, не. Ты меня слушай. Вот так. Теперь ложись. Немножечко поправляй. Валик под шею. Так. Теперь я тебя выправлю все. Бедра чуть-чуть влево. Так. Все. Отлично. Теперь смотри. Руками возьмись за стойки. У тебя вот здесь резиночки есть. Кабука. Ну ты, да, это так, чтобы это было тебе здорово. Можно даже вот ногти... Двигайся еще в сторону ног. Еще чуть-чуть. Вот так. Отлично. Все. Все хорошо. Можно, чтобы лежали, но у тебя рама будет немножечко ходить. Поднять локти? Не надо. Нет, опущены руки свободно. Вот так. Все. Лицо расслаблено. Верхняя часть туловища полностью расслаблена. Теперь давай проверим настройку для ног. Положение штанги. Приподнимай ноги. Этот микрозапок высоковато. Опускаем. Так. Еще раз приподнимаем. Прекрасно. Все. Так, подожди. Сейчас мы тебя чуть-чуть в голову подложим под эту поясницу. Опусти ноги. Можно опустить, да? Да. Сейчас приподнимай просто поясницу. А я эти... Разминку монахов каждый день делаю. У меня легко сравнительно ноги. Ну, отлично. Вот и здорово. Все. Опусти ноги. Сейчас будем настраиваться. Все. Опускай. Распрямляй ноги. Нет. Распрями. Все. И глаза закрой. Лицо расслабь. Убери всю красноту с лица. Все. Дыхание спокойно. Ноги чуть-чуть можно развести, чтобы тебе удобнее было. Ну, то есть, положи их свободно. Вот так. Руки свободны. Твоя задача ничего не поднимать. Твоя задача просто разгибать колени. Опираясь на крестец. При этом верхняя часть ты ловишь абсолютно расслаблена. Мысли стопы. Для того, чтобы мысли ушли, направь свой внутренний взгляд в точку нагрузки, в крестец. Пытайся что-нибудь там рассмотреть. Где-то вдалеке слышишь мой голос. Я буду тебя вести. Приподнимаем ноги. Нащупываем косточку перед пяткой. Создай легкое усилие. Почувствуй крестец. И расслабься. Расслабься, расслабься. Не поднимай ничего. Расслабь ноги. Вот так. Сделай пол-вдохом. И медленно. Начинай разгибать колени. Медленно, медленно, медленно. И опускаем ноги. Опускаем. Расслабляем ноги. Опускаем вниз. Распрями. Руки вдоль туловища положь. И расслабься. Ну, смотри, что надо. Руки бережем, да? Орган такой. Да. А то будут в мозолях. Потом, она же у меня асимметрия. Я и левша, и правшавки за травмами. Поэтому сейчас можно у вас это тоже выправить. Все будешь ощущать. Резанул. Локтевые серединные. И не сшири. Вовремя. Пришел на второй день врач матом. Не ври матом, что ты вот это не чувствуешь. Я говорю, я не чувствую. Не ври. Матерсин. Реально с правильной поставленной. Молодцы. Они как бы говорят, а что спешить? Да. Само загородное. Не, мы можем перчатки не брать, потому что вот эти, они смягчат. Давай, давай, все надо, все как следует. Смотри. А то я потом и буду говорить, что из-за того, что перчатки не брал. Да, да. У тебя сразу объяснение начнут. Да. Потом, что за дискомпинация? Нет, наоборот. Вот это лицевая. Внутреннее. Снимем. Еще. Еще. Вот, отлично. А теперь возьмись руками за гриф. Вот так. А пальцем так. Вот. Теперь правую так же сделай. Не, не, не. Ты немножко так можешь ощутить. А локоть вот сюда. Вот так. А, локоть так будет? Да. Во время работы локоть так будет? Да, да, да. Прямая линия составляет локоть. Ага. Предплечье, локоть, плечи. Ага. Вот. Вот. И на крайнюю часть. Так. Подожди, дай-ка я уберу вот эту штуку. И на крайнюю часть этого. Так. Ты у нас высокие руки. Так, сейчас посмотрю. О, хорошо. Хорошо. На крайнюю часть. Ну, да, 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 да. Ну, в кость называется. В кость. Чтобы тебе было комфортно. Теперь припечатай локти. Вот они здесь. Лопатки припечатай. Лопатки. Прямо почувствуй их. Так. Лопатки или стоять. Лопатки. Да, у меня вот это. Да, поправь ее поправь. Так. Теперь давайте сделаем по-другому. Сейчас я тебе чуть-чуть вот эти уберу. Вот так. Да хуже мне так хорошо. Да, тогда я тебе приподниму. Руки длинные. То есть это еще вот эти штуки как раз они являются регуляторами. Если что-то не хватает, вот как раз вот этой мелочи. Мы сейчас сделаем так. Надо напрямые руки, получается. Почти напрямые. Это у меня... Вот тебе сейчас комфортней. У меня случай был. Вот. Отлично. Опусти руки. Да, все работает. Ну ладно, слушаю. Опусти руки вообще. Расслабляйся. Твоя задача ничего не поднимать. Твоя задача опираясь на верхнюю часть лопаток разгибать локти. При этом встаешь слегка на мост. Употребляйся. Да, да, да. Вот так все. Теперь настраиваемся. Отключаем мысли. Беремся руками за головашки. Создай легкое усилие, почувствуй лопатку. Расслабься. И расслабься. Все, все, все. Расслабься. Расслабься. Опустил. Вот, расслабься. Вот так. Отлично. Мысли стоп. Встаем на мостик. И медленно начинаем развивать усилие. И опускаем, 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 опускаем. Расслабляемся. Расслабься. Молодец. Интересно. Чуть поуже возьмись. Вот так. Вот так. Теперь поднимаем бедра. Нягенько пошли вверх. Холебай, холебай, холебай. И опускаем. И сейчас в плечо почувствовал. То ли неправильно делал, то ли... Ну, такое приятное напряжение в правом плече. Ну да, вот я еще над последними словами Сережи думаю. Вот у нас есть наша энергетика, допустим, рабочая, там 100%. Вот я сейчас, допустим, там сижу, да? Какие-то там проблемки имеются, или еще что-то, или еще. Ее надо, как бы сказать, вот продуть, про это самое, простимулировать. Для этого дается вот это вот напряжение не 100%, а там 300-400 во время вот этого. Только раз. И она вот такая энергия только раз, и тебе и промыло всего. Что там там было, все это там повымывало, стерло вот так вот. Потому что он стоит вот этот вот болевой, это спазмик. И его ничем не сотрешь, там думают расслабиться. А это тут вся мышца напряглась. И только раз, она там это, вот там малявка получается после этого. И на раз расслабилась. А так и не расслабишь вот этот спазм, если там вот в плече или еще там где-то. На примере судороги у вас, да. А судороги, мудороги, вот эта скрытая есть. Три подъема. А тут на свободном дыхании, разгрузка. Также встаем на мостик. Мы поехали. Мягенько. Раз. Опускаем. Расслабляемся. Второй подъем. Отлично. А сейчас как будто потянешься к солнышку. Подержи в верхней амплитуде. Держи, подержи, 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 подержи. И опускаем. Вот отлично. Вот сколько у него было учеников, кто еще? Не было у него учеников. А, вот и все. В качестве совета, вот эту историческую связку, тот же, тоже легенда. И для многих, кто занимается. Как его этот? По сухожига. Ну, 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 по почетам. Да, ЗАЗ. Что там было? Он уже умер ЗАЗ. Ну, ничего страшного. Так он один остался. Один он как эту методику сделал, так и это. А другие что-то такого не застели. А теперь смотри, облокачиваясь на предплечье, вот так. Вот так вот руки, замок. Колени слегка согни. Так, подожди, я тебе чуть пониже сделаю. У нас подца. Присядь, еще чуть-чуть. Так, сел. Ну, теперь слегка разгибая колени, натяни пояс. Подайся весь вперед. Подайся вперед. Так. Сейчас посмотрим по коленям. Так. Присядь. Присядь, еще чуть-чуть. Слегка разгибая, натяни пояс. Так. Не напрягаются сильно. Вот все, отлично. Присядь. Ну, постой немножечко. Подстаю. Вот, постой. Нет, короче, внизу. Вот чем хорош снаряд, что можно сразу же определить асимметрию тела человека. Смотрите, провалено. Провал слева. Правое бедро вверху. А это да, как компенсация. Вот оно что у нас, как винтом развернуло. Ой-ой-ой. Присядь. Из-за того, что сустав, у меня же даже эти находили. Стань ровно. Из-за того, что сустав побит, у меня уже винтом. Винтом пошло. И теперь смотрите, что... Вот теперь смотри, скручивание какое-то. Слышишь? А-а-а-а-а. Слышь, вот туда. И слушай, вот... Я стою, да? Да, вот ты стоишь, как вызвал ровно. Серьем говорю. Делают операцию по этому. А винт-то остается. Он еще усогубляется. Мануальщик должен еще работать. Либо все-таки надо сустав исправлять, чтобы не таблетки пить. Сейчас, пока мы с тобой что сделаем? Мы получим удовольствие от выполнения упражнения. Наша задача сейчас ничего не поднимать. Наша задача сейчас будет просто разгибать колени. При этом постараться внутренним взглядом смотреть в крестец. Что там происходит. Либо в твою проблемную зону. Допустим, в тазобедренных суставах. Пытаясь что-то там разглядеть. У тебя мысли автоматически зависнут. И ты будешь слышать где-то вдалеке мой голос. Я тебя буду вести. Ты будешь делать все правильно. Теперь мы настроимся на выполнение упражнения. Приподнимем руки. Приподнимись за перегладинку сколько можешь. И слегка присаживаясь, как будто на стульчик садишься. Растяни поясничный отдел позвоночника. Дай ему свободу. Без фанатизма так. В удовольствие. Вот так. Отлично расслабляй поясничный отдел. Позвоночник. Достаточно. Встань ровно. Опусти руки. Глаза не открывай. А теперь представь, что ты как дерево, мощный тум, прорастаешь корнями в землю. Прямо ноги якорятся. Это ощущение будет явное. И слушай сердце. Сердце даст тебе команду. Я готов. Как только ты это почувствуешь, принимаешь исходное положение. Отлично присаживайся. Присядь чуть-чуть. Натяни пояс. Почувствуй. Подайся вперед. Теперь влево-вправо. Качнись. Почувствуй серединку. Так, вот так. Бедрами, бедрами. Прямо почувствуй серединку пояса. Ее ощутишь. Подайся весь вперед чуть-чуть. Вот так. И расслабься. Все. Плечики расслабь. Болу наклони. Ослабь ее. Внутренний взгляд направь в крестец. Где-то вдалеке слышишь мой голос. Дыхание спокойное. Сделай пол вдоха. И мягенько начинаешь разгибать тренинг. Такое ощущение, что сейчас... Да, да, да. В ногах свобода. О, дай свободу телу. Тело начнет сейчас выправляться. Тело начнет выстраиваться. А вы увидите со стороны, да? Мы видим это дело? То есть вы видели, что со мной было упражнение? Тут идет очень быстрое, колоссально быстрое асимметрирование тела. И вот сколиозы, которые вот человека, которые скручивают прямо, они уходят почему-то без всякого мануальных терапий. Они превращаются сразу в люди, встроенных людей. Их раз потоком, колоссальнейшим потоком энергии, их начинает править. Значит, мы где-то прошибаем пробку, вокруг которой происходит винт энергии. Вот тут у меня винт, в том числе и из-за того, что сустав больше продолжается. У тебя проблема... А потом это уже привычно. У тебя проблема в тазобедренном суставе, потому что там застой энергии. Там застой. И там пошли процессы разрушения тканей. И дегидерации. Да. А сейчас ты будешь создавать там поток. И у тебя начнется, волей-неволей, у тебя придется восстанавливаться. Ты молод еще, красив, свеж. Есть у вот этих как раз восточной медицины такая поговорка. Мысль ведет энергию, энергия за собой тянет кровь, а кровь уже вызывает все это улучшение и обновление и исцеление. Но чтобы подать туда кровь, сначала надо мысль, потом надо подать энергию. Энергия это мощнейшее напряжение. Подни, прогибчик, подайся вперед. И пошла к нему. Да. А мы здесь это все делаем качественно и быстро. Расслабься, плечики расслабься. Головно поменьше. Внутренний взгляд крестец. Сделай полы вдоха. И как банкрад, медленно развиваем на силу. И отпускаем. Верхнюю часть туловища не трогаем, присядь. Глаза не открывай, встань. Головно. Опусти руки вдоль туловища и дай свободу телу. Вот оно. Видишь, что творится? Плечи уже, винт уже отсюда, так это, значительно исчез. Смотрите, чтобы это было, чтобы это было. Винт значительно исчез. Смотрите, есть. Сейчас, Саша, ты это делаешь специально, что ли? Сейчас расправляешься, или тебя тянет вот так? Я стою в ослабо. Я ничего не делаю специально. Так что, я и тогда стоял спокойно, и сейчас. Ну, тогда винтяр был. Я же тогда не чувствовал. Винтяр был винтяровский. Есть ощущение, как будто растешь. Есть. Вот. И такое хочется вот эти плечи разворачивать. По всему телу. Вот, вот, вот. Кругаешь по всему телу. Ребята, в этом такая селища в человеке, чтобы ее пробудить, ее надо просто нормально. По всему телу. Дать ей пробудиться этой селищи. Вот глаза заблестели. Ты говорила, что это, у меня сейчас мурашки пошли, я начал себя прокачивать. Пошли мурашки в голове. Вот вы, что ты тогда совершил? Вот она, вот она. Вот такие последствия вызывает энергетический поток. Когда мы даем жизнь костям, сухожилиям и связкам. Весь смысл упражнений в том, чтобы не поднимать, а создавать предварительное усилие за 5-6 секунд, вот это статическое. И только потом легкая подвижка снаряда. У нас нет акцента на подъеме. И только ноги начинают работать. Медленно, медленно, медленно. И опускаем, опускаем, опускаем. Не включаем плечики. Присядь. Ровно, расслабься. Сейчас физику включил. Вот видите, Владимир Петрович, можно сразу увидеть, когда включается физика, лицо краснеть начинает. То есть усилие больше в тело уходит. А нам надо сущностью поднимать. То есть лицо-то расслаблено. Благость. Вот, тогда у тебя будет самый кайф. Присаживайся. Натяни кольца. Почувствуй крестец. Почувствуй стопу. Плечики расслаблены. Внутренний взгляд направь в крестец. Поясница расслаблена. Плечи расслаблены. Дыхание спокойное. Мысли стопы. Сделай полувдох. И отстопуем. И только ножки на тебя. И опускаемся. Присаживаемся. Чуть-чуть хруст тазобедренным, что у меня частенько бывает при ходьбе. Но никаких болевых ощущений нет. То есть справление идет, да? Судя по всему. Без болевого ощущения хруст такой мягонький. Принимает свое, все суставы начинает свое положение искать. Потому что такие нагрузки при искривленных или неправильном расположении костей, они даже опасны. А как будто внутренний предохранитель срабатывает. Что сделай так. Встань на место. У нас вот почему я не даю сначала на позвоночник, на первых занятиях. В позвоночнике очень много позвонков не на месте стояло. Они у меня не на месте. А вот когда мы позанимались, вы видели, что винт уходит, симметрия тела приобретается. Позвоночник начинает вставать на свои места. Позвонки принимают свое положение, которое природой предрасположено, и тогда мы начинаем уже давать нагрузку на позвоночник. Позвоночки раз, встали на место, и ты можешь давить 300-400 килограмм. Вообще безопасно. И что происходит? При таких нагрузках всасываются грыжи, когда ты делаешь компрессионную нагрузку позвоночника, а потом, когда расслабление идет, декомпрессия, у него всасывание происходит очень быстро. То есть оно на место становится? Вообще, вот как будто бы вот этот диск, он сразу становится на место. У меня рост, когда я начал в 2013 году заниматься, он был у меня 162 сантиметра. Через год у меня стал рост 164, и буквально я вот в июне этого года замерил свой рост, он у меня стал 165, а у меня юношеский был 164. На сантиметр выше, чем юношеский. Я знаю, что просто позвонки стали более... Наши действия. Сейчас будет расслабление. А сейчас приподнимешь в полном сознании и постоишь, поддержишь эту приятную тяжесть. Присяживайся. Натягивай. Так, влево-вправо качнись, серединку поймай. Голову можешь чуть-чуть приподнять. И в полном контроле начинаешь потихонечку разгибать коленочки. Только ноги работают. И стой, стой. Спинку расслабь. Почувствуй приятность вот эту. Крестец максимально сделай и кверху. Вот так. И мягенько опускай. Мягенько. Теперь присядь. Сейчас было постанование во всех ногах. Оно и должно быть. А ты потому что в сознании делал. Теперь встань ровно. И теперь ощути, тебя сейчас еще раз накрывают. Ну, сейчас чуть меньше, чем после первого. Но, в принципе, отвисать не надо. Не надо ничего. Но, легкость. Вот так. Чуть-чуть постанование такое. Ну, как бы. Как бы. Не как после бега или что-то приседания. Такое ощущение, что тут все на месте. Ну, вот так. Это вот Александра. Сколько? Читайте. А вот у него первое показание 345. Это дожим штанги лежа ногами. Второе. Это 245 килограмм. Это дожим штанги лежа руками. И вот последнее упражнение. Штанга на поясе 445 килограмм. Промать меньше хочется. Ну, чуть-чуть дискомфорт. Но не здесь, а вот здесь. Это те мышцы, которые не работали. Не в суставе болит. А болит чуть-чуть вот здесь, ниже. Саша, я хочу сказать, не торопись с операцией. Нет, я пока... Я-то уже не вернусь. Я себя улучшил за 2 года значительно. А ты хочешь сказать, что ты такой вес поднимал? Это тонна 100, значит. А, это тонна 100. А ты тонна 200, да. У меня есть видео, где я приподнимаю. Но я же с ребятками там, некоторые там пытались это самое пошутить. В Санкт-Петербурге, в частности, пауэрлифтеры приходили. Да-да-да-да, ну-ка что? Они, значит, пришли 3 человека, когда мы открывали там зал. Они пришли туда, и, значит, с целью как раз вывести меня на чистую воду. Ага, вот они любят. И парень такой посмелее. Он, когда я рассказываю все это самое, он говорит, так, вот то, что вы делаете, я в легкую сделаю. Ага. Я говорю, да нет проблем вообще. Ты готов? Он говорит, да, готов. Я говорю, ну сколько тебе повесить? Я говорю, я наверное не буду тебя весить. Я говорю, сколько я сам приподнимаю. Я тебе повешу поменьше. И 450 килограмм я ему повесил. Он встал, так же я его настроил четко, все, как это самое, как себя. А почему он... Следующий момент. Он простоял, молодой, 34 года, такой постоял, такой все, напрягся. Я говорю, ты готов, готов. Я говорю, ну что, давай поднимаю. Он такой, как, даванул, ну то есть рванул. И на колени упал. Упал на колени, мы его взяли, подрученьки беленькие, посадили на скамеечку. Все сидят, 20 человек было свидетелями. Они смотрят, и у них глаза на лоб лезут. Почему? И эти сидят, они в недоумении. Я думаю, надо вас всех добить. Просто подхожу, вниз 450, я 150 еще навесил, приподнял. И разговариваю с ними, я говорю, видите, как легко поднимается. Вот, нормально. Опустил, еще 150 навесил, уже 800. Да, да, да. Еще приподнял, и с ними опять говорю, вот видите, как легко. И эти трое пауэрлифтеров из зала. И больше туда ни разу не пришли.